Ребятки, всем привет! Я очень рада видеть вас на моем каналчике. И сегодня я снимаю такое видео, как мои полезные привычки, либо привычки, изменяющие жизнь. Ну, что-то в этом духе. Поэтому погнали смотреть привычки, которые обязательно изменят вашу жизнь. Подъем в 6 утра. Думаю, это одна из самых главных полезных привычек. Почему? Да потому, что вы за день успеваете сделать много чего. А что именно я могу вам рассказать дальше, когда мы пройдем серединку ролика. Вы будете вставать раньше, вы будете в позитивном настроении, вы не будете видеть на дейлифх родителей, когда просыпаетесь. И думаю, это огромный плюс. Но для кого, в принципе, как. Так. Следующий пункт. Медитация. Думаю, все сразу такие, блин, медитация. Достали уже с этими медитациями. Но, ребят, иногда это помогает. Я не всегда пользуюсь медитацией. Хотя говорят, что лучше пользоваться утром или вечером, чтобы входить в себя, осознавать, что это хорошее, да и т.п. Я не очень пользуюсь медитациями, но я как-то пару раз пользовалась. Честно, я думаю, когда эта музыка уже закончится. На самом деле, оказывается, можно медитацию продлить сколько ты хочешь времени, думаешь о чем хочешь. Желательно о хорошем, конечно. Потому что, когда думаешь много чего-то о хорошем, то это хорошее сбывается. Проверено на мне. Спорт. Думаю, для каждого не секрет. Если кто-то следит за мной, ну, из подписчиков, либо мои друзья, все знают, что прожить без спорта день для меня это большой грех. Потому что я настолько обожаю спорт, что я могу сделать и утреннюю зарядку. Перед школой я делала йогу, потом в школе у меня была физкультура, потом у меня был балет. А вечером я еще занималась расслабляющей йогой или какими-то упражнениями. Получается, я настолько люблю спорт. Сейчас я летом хочу бегать каждое утро. Ну, не каждое утро, а через день. Потому что, если бы вы не готовились к бегу, то, ребят, ну, давайте хотя бы через каждые два дня, потом через один. А потом, может, и каждый день будете бегать. Кто его знает. Поэтому, вот, я вам очень советую заниматься спортом. Хотя бы утренняя зарядка, она зарядит вас энергией. Ну, и утренняя йога, кому что нравится. Вода, ребят, да. Мне кажется, это видео уже переходит в видео похудения, но нет, ребят, оставайтесь, стоп. Нужно пить много воды. Представьте себе, Даня, нужно много пить, потому что она улучшает метаболизм. Кто хочет похудеть, она вообще заряжает энергией. Вообще, это крутая штука, вода. Мой любимый напиток. И если утром выпить стакан прохладной воды, лучшим утром прохладной, но не пейте никогда ледяную воду, это плохо, скажается на организме, то, когда вы будете кушать, у вас не будет много камней. И, кстати, если вы будете пить воду за 15 минут до еды, то вы съедите намного меньше. Но ваш организм уже будет знать, что вы уже попили, блин, надо меньше съесть. Или есть еще факты. Почему допить воду до еды за пару минут, ну, полчаса, 15 минут? Если вы хотите услышать, потому что это более как по теме похудения, напишите в комментариях, будет интересно. Научиться говорить нет. Этой, как можно сказать, с такой штукой, могут вами просто пользоваться. Вы слишком добрые. И сдашь мне домашнюю домашку списать? И ты говоришь, ну, просто из-за вежливости. Ну, окей, один раз дал списать. Меня как-то поймали на это. Тем людям, которые не хочу, думаю, списываю домашку. Я не даю списывать домашку. Просто. Но, ребят, нет, не надо говорить. Да, если вы нереально это не хотите делать. Если вы хотите помочь человеку, либо он вам дорог, лучшая подруга, либо просто кто-то еще, то окей. Но если вами уже пользуются, попросили там более пяти раз, ну, давайте уже остановимся и скажем, прости. Нет, делай сам. Потому что есть один человек в нашем классе, который просит просто у каждого человека списывать домашку. Если не дают один, она идет к другому. Делайте что-то новое. Я уверена, что процентов 85-95-98 процентов подростков больше проводят время в интернете. Я угадала, правда? Да, я знаю. Потому что у меня друзья, когда гуляют со мной, они сидят в телефоне. А я ненавижу, когда мы гуляем, и кто-то сидит в телефоне. Ну, разве это нормально? Мы же гуляем. Улица, алло, вокруг ветерок, собачки, солнышко светит. Они в телефонах сидят. Ну, как по моему мнению, это ненормально. И надо отучаться от телефонов. Нет, я не говорю, что совсем не надо в них сидеть. Да, я тоже проверяю свой YouTube-канал. Может, каждый час, ну, каждые два-три часа. Да, но при этом я не очень много лажу в нем. Я читаю книги. Да, я занимаюсь спортом. Да. Я люблю делать что-то такое новое. И советую вам, может, пробовать новый вид спорта. Либо потянуть папу, поиграть во что-то. Что-то, то, что вы давно, к примеру, хотите поиграть. Либо попросить маму, чтобы она научила вас что-то делать. Ну, и так далее. Задачи. Да, нет, 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 нет. Это не задачи по математике, как вы могли подумать. Это задачи, которые вы хотите осуществить. Я думаю, у каждого есть мечта, которую он хочет осуществить. Ну, к примеру, полететь за границу, либо жить там. Для этого что? Для этого нужны деньги, выучить английский. Может быть, связи, что у вас есть какой-то друг, например, в Германии живет, вы хотите полететь туда. Ну, либо в Англию, в Корею. Кто куда вообще хочет. Каждый день пишите, ну, по одному, как бы, желанию, которое поможет исполнить ваше огромное желание. К примеру, чтобы мне набрать на ютубе тысячу подписчиков, что мне надо. Мне надо придумывать идеи для видео, мне надо снимать, мне надо редактировать, мне надо искать похожий канал, чтобы смотреть, что они снимают, какой у них формат, что нравится моим подписчикам, ну и так далее. Когда вы исполняете маленькие мечты свои, то у вас появляется большая мотивация скинуться к большой мечте, и тогда вы быстрее исполнишь свою огромную мечту. Книги. О них я замикалась чуть-чуть раньше, да, что я читаю книги. Я читаю английский, украинскую и русские книги. Одна по питанию, другая по интересам. Третье, что надо просто читать английский. И у меня есть пару книг, которые я очень безумно люблю. Они меня прям вдохновляют, мне их подарили родители. И да, если вы хотите увидеть книги, которыми я вдохновляюсь, которые просто меня продвигают, из-за этого я не стою на месте, стремлюсь к чему-то, то тут поскарочка где-то будет, то что да, вы будете должны проголосовать. Хотите ли видеть книги, которые двигают вас к мотивации, к вашим очке и так далее. Позитивчик! Никакого негативчика, а мы на позитивчике. Следующий пункт это позитив. Да, позитив это прям... Очень люблю я жить на позитиве, когда все расстроены. Я не люблю, когда вот у меня хорош настроение, а все такие грустные. Я все пытаюсь подбодрить, а потом все окей становится. Но если мне плохо, то, ребят, лучше меня не трогать. Я пересидела в телефоне, у меня болит голова. Либо я не поела, у меня болит голова. Либо меня расстроили, обиди и всякая такая происходит. Дичь, то меня просто лучше не трогать. Если вы скажете мне что-то лишнее, то я еще больше расстроюсь и еще больше буду грустить. И чтобы жить на позитиве, первое, заведите дневник благодарности. Каждый день вы можете писать по одному, либо пять вещей. Хорошие идеи, что произошло у вас сегодня хорошего. Дальше, чтобы жить на позитиве, нужно выполнять свои обещания. Потому что, ну как бы, все знаем, что если нам пообещали мороженое, мы ждем мороженое. А потом, первые нам родители говорят, ну знаешь, ну как бы, может сегодня у нас зарплаты нету, но на завтра будет. Вот завтра мы тебе купим мороженое. А потом приходишь и сидишь, сегодня получил зарплату, можно мороженое? А они говорят, ой, ну прости, зарплата отложилась, давайте купим тебе завтра мороженое. И ты ждешь, ждешь, потом уже обижаешься на родителей. Потому что, потому что тебе пообещали, и ты как бы доверяешь этому человеку. Поэтому, если ты хочешь завести больше друзей, то ты должен, если что-то пообещаешь, делаешь это. Когда друг видит, что, да, ты реально исполняешь свои обещания, ты правда оберяешь другу, поэтому будет с тобой продолжать дружить. Потому что, дружбу намного сложнее завоевать, чем сказать, все, я тобой пользовался, пока, goodbye, my good friend. Такое тоже бывает. Одиночество. Одиночество плохая штука, я вам скажу. Иногда хорошая, потому что, когда ты сидишь в комнате, делаешь, занимаешься своими делами, себя никто не трогает, это очень классно. Но быть с друзьями, это тоже очень хорошо. И чтобы достичь своих целей, к примеру, ютуберы, я все на ютуб перевожу, потому что я знаю много чего об этом, ты сам это ничего не сделаешь. Если ты хочешь стать популярным, Катя Клэп помогает снимать мама. Катя Адушкина помогает снимать мама. О, четыре целая команда своя. Друзья, вот эти съемки, вот у него целый ангар. Короче, чтобы достичь какой-то своей мечты, мы не должны быть одиноки. Нет, я не говорю, что у вас должен быть парень, либо лучший друг. То нет. Если вы хотите полететь куда-то, то вряд ли вы хотите полететь один. К примеру, я хочу полететь со своей лучшей подружкой куда-то, кое-куда. Не буду говорить пока что. И поэтому я учу английский, она учит тот язык, который там употребляется, потому что она уже знает английский. И так мы вместе копим, и потом, я надеюсь, что наше мечтой сбудется, и мы полетим за границу. Хорошо высыпаться. Да, я говорила, что просыпаться надо в 6, но это не означает, что ты должен заснуть в час ночи, а проснуться в 6 часов. Тогда ты просто тупо не выспишься. Я сплю 7-8 часов, вообще как получается. Иногда я просыпаюсь в 4 часа утра, я такая, блин, ну я же уже проснулась, ну а чем засыпать? Ну я засыпаюсь в 4 часа утра, для меня это слишком уж рано. Я либо в 5, либо в 6 просыпаюсь, тогда окей, доброе утро, включаю себе музычку, смотрю в окошечко на человечка, который проходит мимо меня. Вы очень много сидите в телефонах. Друзья расскажут, я сижу вот до 2 часа утра, ночью переписываюсь в вайбере, а потом, блин, я не выспался, я не терпеваю делать уроки, ребят, помогите. Ну вы хотя бы понимаете, что вы делаете. Я не виню каждого, просто, ну, выделяйте меньше телефону времени, вот сходите погуляйте с этими друзьями, если недалеко, то позвоните, вы получаете как, поболтаете, все расскажете, это будет быстрее, чем будете печатать. Да, я печатаю очень быстро, потому что у меня есть маленький секретик, но, все равно, поверьте, лучше сходить погулять. И на этом мое видео подходит к концу, я вам уже сказала, что вы можете проголосовать, можете написать, какие видео вы хотите видеть, мне будет очень приятно снимать то, что вам нравится, поэтому, всем огромное спасибо за просмотр, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok